Начали! Перед вами два дракона. Дракон Эверлорда, очень колючий, и подводный дракон Ваджира. Такая вот черная ручка, за которую можно поднимать рот. И типа он такой, как будто бы ест, что-нибудь. Оказывается, Лего все-таки в этом моменте повторилось, и для меня лично это неожиданность. Самая-самая популярная фигурка в этом сезоне. Морайский страж. Ключевая особенность этого сезона, вот такая красивая маска с аквалангом. Да. И таким загубником. И, наверное, сейчас будет самая крутая, но самая странная по имени фигурка. Это принц Бентонар. Ну, наклейки такие, цвета волны, морского прилива. Копья выдвигается и сбивает твоего врага. Если какой-нибудь путник придет сюда, то тогда в него выстрелит. Это амулет Волк. И почти что похож на штормовое амулет, да, Кимов? Только там другая расцветка. Вот так вот он у меня освободился. Но если вас схватили, то не отчаивайтесь. Вы можете сделать так. Тут есть две шпаги и два мушкета. Это дозорная башня и орудие. Тут есть свиток, на котором нарисован, видно, герб их страны. На нем нарисован Бадзира и он в каком-то кругу. Можно сказать урок истории. Так что смотрите, если что будут спрашивать, говорите, что мы изучаем древнегреческое искусство. Всем привет, ребят. Сегодня у нас набор, который вы долго ждали. Это храм Бескрайнего моря. В этом наборе семь фигурок. Они очень крутые. Посмотрим все фигурки. Посмотрим Ваджиру. Все амулеты и все тайные входы. Не переключайтесь. На задней стороне коробки мы видим сценку, в которой принц Бентамар сражается с принцем Кальмаром. Здесь мы ждем очень интересного вот такого Ваджиру. Обратите внимание, настоящий Ваджира. Настоящий, обратите внимание, в оковах. Повторяющийся Энерджиния, но она все равно хороша. Также мы видим здесь лабораторию, ската, манта и подводную лодку Кая. В первой картинке видно, что Ваджира может освободиться от своих оков. Потом тут видно, что есть скрытая пушка. Слитки золота и еще тут одновременно скрытая пушка. Тут видно, что тюрьма может взрываться и Кай может из нее вылезть. Кай устроил себе побег. И тут мы видим, что рот у Ваджира может открываться и закрываться. Рот такой, как у... Лона Аверлона. Да, такой же страшный и очень интересный. В набор входит Энерджиния, Кай Сотваланга, Принц Бертамар, Тосклицкий... Или липкий, да? Как его правильно зовут? Два морейских стражника и брест-кальмар. Также главная деталь набора это амулет Шторман. Штормовой амулет. Ну как он? Наполненный? Да, наполненный. Ребят, смотрите, нормально. Шестой пакет, седьмой пакет, четвертый пакет, первый пакет, пятый пакет, восьмой пакет. Вот такая вот инструкция с наклейками. Красивая, опять-таки красивая. Ну, наклейок может немного, но инструкция красиво смотрится. Второй пакет, третий пакет и девятый пакет. Пакетики не очень большие, но красивые. Да тут она не одна. Тут целых две инструкции. Угу, ну что такое. Одна инструкция на замок, а вторая на Ваджиро. Ну, наклейки такие, цвета волны, морского прилива. Ммм, нормально, что-нибудь Ваджиро-то узнает, все, окей. Кальмар бывший король малопианцев и бывший правитель Бескрайнего моря. Из-за своей ненависти к людям, кальмар стал одержим пробуждением штормового духа, известного как Ваджира. А у него вообще интересно, была мама или нет? Ты как считаешь? Ну, вероятно. Может быть, ее люди убили, наверное, так же. Слушай, это интересная идея. То есть, допустим, мать его погибла от рук людей, и он отзатаил злобу. Тогда, в принципе, его поступки становятся мотивированными, да? Ну, да, логично так. В этой злобе он решил пробудить Ваджиро, чтобы потом уничтожить тех, кто находится на поверхности. Да, тогда логика становится понятна в его действиях. Да. Ради этого ему пришлось убить своего отца, и в этом он винил ниндзя. И уже затем он отправился на поиски амулета Бури, как своей главной цели. Но аж как только он его заполучил, он смог пробудить Ваджиро и взять его под контроль, да? С помощью своего трезубца. Кальмар жестокий. Он не заботится ни о ком, кроме себя и своих целей. Он готов сделать все возможное, чтобы получить то, что он хочет. Вплоть даже к убийству собственного отца. Наверное, самый жестокий получается из всех героев, которые мы видели до этого, да? Он является первым персонажем, совершивший убийство родителя. А также первым совершившим цареубийство, убийство короля на экране. Самый-самый злодей из всех злодеев, которые мы только видели. Хуже него не было никого. Он хотел захватить весь мир, надводный и подводный тоже. Хотел все вот это вот починить себе. Ну и получается, запоплатился за это все-таки в конечном итоге, да? Ничто ему не сошло с рук, да? Да. Наш любимый Кай. Кай это, наверное, одна из самых моих любимых фигурок в Лего Ниндзяга. Ну, они его называют подводный Кай или Кай там с аквалангом. Естественно, красный, но о чем тут говорить? Аквалангийский костюм. Сзади у него баллон, в который может втыкаться меч. В руках у него такой вот интересный пистолет. Пистолеты у них одинаковые? Все зависит от героя, у которого находится этот пистолет. У Кая он стреляет вот такими вот интересными мечами, да? Ключевая особенность этого сезона, вот такая красивая маска с аквалангом. Да. И таким загубником. Ласты черные. В этом сезоне они все отличаются именно своим телом, да? Своим аквалангийским костюмом. Каждый у них свой уникальный. У Кая он вот такой вот. У всех какие-то такие замки интересные есть. Кипичная молния, да, на спине, когда застегивается аквалангийский костюм. Вот тоже видно, вот хорошо. Лицо не изменилось. На поясе ремень. Кай в этом сезоне это вообще как бы на диване, да? Я так понимаю, все время просидел. В этом сезоне он точно не главный герой. Многие, как я понимаю, у них типичные. Они только цветом меняются, а по рисунку они тоже практически одинаковые. Принты только спереди. Так, ничего особенного у них нет. Самая-самая популярная фигурка в этом сезоне. Морайский страж. Мне кажется, что он входит практически в каждый набор, да? Ты прав. Этой серии. И причем не по одному иногда даже. Да, здесь он в двух экземплярах. Он очень похож на то, что мы видели в 11 сезоне со сфирой. Меч с клинком дракона. На груди такие интересные золотистые рисунки. Да. Пласты. Разрисованное, да, тело с золотым наплесником. На спине, я так понимаю, у него знак кальмара. Ну вот эти бирюзовые золотые цвета, но это фишка получается этого сезона. Перед вами Энерджини. Она нашла свой истинный потенциал второй раз. Не, которая превратилась в 15 сезоне в воду. И здесь она как бы представлена в виде воды в форме человеческой фигурки. Удалось им? Ну, выглядит очень красиво. Мне кажется, что леговцы молодцы, что попытались реализовать такую сложную Энерджи фигурку. В руках у нее такие элементы воды. И из них можно стрелять, если нажать на вот этот курок. И вот такие щупальца. Действительно, как говорит Тимка, в чужом. Хвостик уже не черный, как у нее был раньше, а тоже такой из воды сделан. Но с такой же повязкой, очень красивой. Такая вот вода, волна, из которой вырастает фигурка. Тимка, я правильно понимаю, что леговцы все-таки ноги у этой мини-фигурки сохранили, да? Ну да, ноги у этой фигурки есть, но впервые вот эта вот штука появилась в наборе Hidden Side, заброшенный замок. Тимка, видел, что этот элемент, оказывается, уже был. Он уже был выпущен в прошлом году. В серии Hidden Side был Neymar Rim. И тут он выглядит очень страшно. Neymar Rim был одет в него, он тоже вставал из этой волны. И здесь только волна изменила свет. Оказывается, Лего все-таки в этом моменте повторилось. И для меня лично это неожиданность, потому что я думал, что это первый элемент в этой серии появился. А уникальный, оказывается, это совсем не так. Сама по себе не, выглядит как-то не очень. У нее такой костюм не в форме волны, но все равно выглядит красиво. Грековцы хотели изобразить волну, согласен, Тимух? Рука одна прозрачная абсолютно, а другая рука такая вот синяя. И иероглиф, я так понимаю, да? Да. Уникальное лицо в своем роде. Гуртка хорошая, по-моему. Наверное, это одна из лучших вообще в сезоне. И, наверное, сейчас будет самая крутая, но самая странная по имени фигурка. Это Склицкий или Липкий. Очень оригинальная фигурка. Я так понимаю, он у них ученый, да, Тимух? Да, он у них ученый. У него такая лупа есть. И это какой-то просто киборг. Это наполовину змея подводная, наполовину робот. Наполовину паук. Короче, это кто-то или что-то странное, но зато выглядит очень круто. Вот так вот он выглядит без своего рюкзака и вот всей этой брони. Ну, похоже на Марайского стражника или нет? Костюм у него другой, а лицо одно и то же. Живот у него очень интересный, вот такой вот в виде фиолетовой детальки. Киборговский какой-то. Да. И вот такое вот кольцо. Да, посмотрите, как бы сделано на ногах, как у паука. Ну, смотрится вообще великолепно. Заслуживает большого внимания. Это принц Бентамар. Здесь он показан в роли какого-то воителя с таким вот мечом золотым. Король Тримар находит Бентамара в младенчестве, когда спасает его от угрей. Он становится приемным сыном Тримара. На нем одета легкая золотая броня. То есть, прическа получается, что у него не уникальная. То есть, волосы такие уже были. Они были у дерганого Тима, да, такие. Принц Бентамар встал на сторону добра или на сторону низи. А принц Кальмар, я так понимаю, в этом сериале наш главный соперник и главный злодей. Я считаю ладжиры. Принц Бентамар сломал трезубец. И Кальмар потерял управление над ладжирой. Ну, пульт оторвался, короче. И он его слопал. Да, точно. То есть, Бентамар, между прочим, получается, сделал очень важную роль. Он уничтожил трезубец, с помощью которого Кальмар управлял ладжирой. То есть, по сути дела, Бентамар, он герой, да, получается. Именно он, по сути дела, остановил Баджиру и спас. Нельзя гасить от уничтожения. Так вот, получается, кто что? Настоящий герой, да? Персонаж, слушающий наше внимание. И встречайся только в этом наборе. Это Баджира. И, честно говоря, он, по-моему, какой-то не совсем такой, каким я его представляла. Реальный страшный монстр. Он действительно черный. Дализованные оттенки со страшной головой оверлорда. У него есть вот такие вот золотые рога, идущие в ту сторону. И какие-то за спиной. Кораллы. Да, кораллы. Посмотрите, как интересно придумывают легоцы. Просто молодцы. Да. А также вот такие, вот такая вот черная ручка, за которую можно поднимать рот. Ребят? И типа он такой, как будто бы ест что-то. Ага, поглощает нитья. И внизу у него еще такая вот бородка серая, что ли. Ну, черная. И золотая борода. У него страшнейшие зубы. Ну, очень страшный дракон. Не хотел бы я с ним встретиться ночью. На животе у Ваджиры есть амулет. Это амулет волн. С помощью вот такого механизма. Какого-то крючка здесь. Крепится новый, новый, уникальный амулет волн. Смотрите, вот он какой. Красивый. И почти что похож на штормовой амулет. Только там другая расцветка. Да, то есть по рисунку они абсолютно одинаковые, отличаются только цветами. У Ваджира, как у нормальной змеи или дракона, есть чешуя. И она сделана в виде всем нам знакомых кубиков. Элементов, да, таких вот специальных. Как чешуйки, да, сделаны. Это типа брони и выглядят очень красиво. Сейчас Тимка поставит их друг на друга. И вы увидите, как они красиво преобразуются в вот такую гладкую, кривую. Посмотрите, раз. Буквально два движения. И получилась настоящая змея. Очень красивая такая чешуя. Ну, правда, не змея, это дракон. Ну, наверное, из одного семейства. Ну, все равно. И еще есть один маленький секрет, который Тимка сейчас вам расскажет, но потом покажет более подробно. Сзади у дракона есть вот такой вот механизм. Зачем он? Мы узнаем в седьмом пакете, но пока что скажу только то, что он помогает Ваджире освобождаться от оков. Ребят, смотрите. Вот такая у него спина и вот такой вот тайный механизм, который поможет ему стать свободным. Свобода только принесет ли это добро или зло, непонятно, но... Наверное, слышит. Так что и свобода может приносить иногда зло. И еще тут такой вот хвост у него загибающийся. Он может двигаться вот так вот. И плавник сзади, как у рыбы. Ребят, смотрите. Очень интересное решение. Такой двойной плавник. Еще появилась вот такая вот шея. И на нее поставили плавники. Перед вами два дракона. Дракон Оверлорда, очень колючий. И подводный дракон Ваджира, менее колючий. Нам показалось, что головы у них все-таки одинаковые. Но сейчас вы можете посмотреть и сделать его сам. Похожи они или не похожи. Честно говоря, в них, по-моему, ничего общего, кроме головы. И в драконе Ваджири он как-то более выглядит внушающе. И голова эта. Потому что ее специально так продлили, чтобы казалось, что дракон большой. Посмотрите, какие у них сзади такие бороды. И у того, и у другого. Но меня не оставляет чувство, что все-таки голова Ваджира чуть-чуть больше. Я не знаю, как это объяснить, но мне кажется, что она как будто бы чуть-чуть больше. Наверное, это обманчивое впечатление. Да, это обманчивое впечатление. Потому что они, по-моему, одинаковые. Да, ребят. По-моему, все-таки, наверное, Тимка прав. По крайней мере, зубы все один в один. И верхняя, и нижняя челюсть практически одинаковые. Только разрисовка у них разная. В четвертом пакете начался строиться замок. Ну, как начался строиться? Это была такая пластина, на которой стоит сам замок. Тут сразу видно, что замок очень дорогой. На каждой ступени лежит золотой слиток. Выглядит очень как-то богато. И в глазах рябит уже от золота. Штыки, которые торчат из дырки, они не случайны. Давай сейчас на Тимка покажем. Ну да. Ты, например, такой идешь, хочешь усадить этот замок. Кто-нибудь нажимает на этот рычаг и... Копья выдвигается и сбивает твоего врага. Очень интересная штука. Но, правда, она тут же палится. Потому что вот эти вот шипы как-то выглядят подозрительно. И, наверное, это надо было сделать как-нибудь в лестнице. Ну, а так задумка прикольная. Так вот это выглядит внутри. Ну, не совсем интересно. Шипы, они просто сделаны не так специально. Это обычная вещь. Ребят, ну, посмотрите. То есть она такая там... Пас такой. По нему как раз будет вот эта пластина. Куда и сюда. В пятом пакете было ясно, зачем заходить в этот замок. Тут есть амулет. Это штормовой амулет. И опять леговцы напутали. Они написали, что надо было взять амулет волн. Ну, леговцы, я не знаю, что у вас произошло. Вместо штормового амулета лежит амулет волн. Ну, на самом деле, наверное, это не принципиально, да, Тимок? Потому что вот на рисунке как раз все так, как и должно быть. На Ваджире есть амулет волн. А в замке штормовой амулет. Ну, все так же, как и здесь. Здесь тоже в замке штормовой амулет. Ну, просто, видимо, какая-то ошибка в инструкции. Да. Но зато этот амулет просто закидан слитками золота. Видимо, его бактворят. Если какой-нибудь путник придет сюда. И попытается взять штормовой амулет. То тогда в него выстрелят. Тимок, покажи, ребятам, как это еще раз работает. Это золотой блин, вот такой вот. Его зацепляют и... Нажимает, и он достаточно сильно выстреливает. И летит на большое расстояние. Это тоже не новая пушка. Такие пушки уже были. Но то, что вот она... Да, такие пушки давно уже. Но здесь она обрамлена прям большим, как говорится, количеством золота. То есть здесь все в золоте в этом храме. Кстати, ребята, это почему-то мне напоминает какую-то стойку для телевизора. Типа там наверху телевизор, а внизу всякие DVD-диски и пульс лежит. Да, наверное. А в этом амулетик, наверное, показывают прогноз погоды. Погода будет с дождями. Сегодня будет дождь. Шторм. Шторм. А, ну понятно, ладно, хорошо. То есть это у них такой прогноз погоды в современном виде, да? Типа, так, что у нас там? Дождь? А-а-а, да без разницы. Да, у нас всегда тут дожди, вокруг острова всегда дожди. Тут есть такая вот статуя. Ну это явно какой-то древнегреческий философ, да, или какой-нибудь... Что тебе надо в ностарче. Да, Сократ или Гемокрит, Архимед, я не знаю. Ну такая у него такая древнегреческая или греческая статуя, да, очень интересная. Давай посмотрим ее поближе. На самом деле, если приглядеться, то это просто голова мини-фигурки, стоящая на наковальне. Да, то есть вот эта наковальня, это тоже элемент, который уже раньше был, да, встречался? Ну да, это такая белая наковальня, и на нее поставили волосатую белую голову. Ребят, ну это просто какая-то фантастика. Посмотрите, какие лего с вами выдумки. Они реально совмещают одно с другим, и получается настоящий бюст какого-нибудь древнегреческого философа. Которого нам придется проходить сегодня в пятом классе. Можно сказать урок истории, так что смотрите, если что будут спрашивать, говорите, что мы изучаем древнегреческое искусство. Теперь в замке есть второй этаж. И он такой красивый, потому что здесь есть резной балкончик. Ребят, посмотрите, как идеально выглядит этот балкончик. Он такой золотой, с золотыми слитками, и сзади видно комнату. А рядом с балкончиком два трезубца. Чуть ниже есть крыша, и она всеобразных украшений. Да, посмотрите, как красиво, как копье такое сделано. Здорово. Клинки по краям, эффектно. Сзади стандарты такие красивые висят, да? Тут есть свиток, на котором нарисован, видно, герб их страны. Смотрите, ребят, какая красота. На нем нарисован Бадзира, и он в каком-то кругу. Ребят, ну это нам точно надо увидеть. И с другой стороны мы видим мороженое, которое видно принц Кальмару Крайлову Дракона. Какая-то бутылка. Сейчас Тимка сделает над ней крышу, и посмотрим, как получилось целиком. Теперь я приделал к замку крышу, и вот так вот он выглядит сам. Тут вот реально красиво. Это знак, над ним есть сай, и рядом два таких изогнутых меча, которые характерны под водой. Это похоже на знак Кальмара? Как ты считаешь? Есть тут такой какой-то отголосок Кальмара? Да. И такой же знак, чем я вижу на этих клавишках, да, видишь, да? Посмотри, здесь и здесь. Мне у мороженских стражников тоже есть такой же знак. Ну это точно знак Кальмара. Когда принц Кальмар захватил весь мир, то он решил везде налить водой. И везде повесить свои штандарты. Ну, замок очень красивый, вот эти вот ветки. В стиле японской пагоды, да, такой красивый? Да, очень красивый, но мне нравится. Да, но только раньше, если они были такие красные, то здесь они и бирюзовые, да? Да, и есть еще черный. Ну, очень красивый замок, но потом мы будем делать дальше и будет еще лучше. В предпоследнем пакете появились вот эти вот кандалы для Баджиры и лаборатория. Ну, что касается кандалов для Баджиры, они выглядят как-то очень ненадежно. Как какого-то гигантского монстра, сильного очень. Могли хранить тысячи лет вот в этом. Интересно, зачем кандалы, если он спал? Они сделаны из цепи, башенки такой, из трезубца наверху и вот такой вот крепилки. Такая крепилка, да, по сути дела, который удерживает, по большому счету, Баджиры. Понятно? Да. Она тут закреплена специально под углом, чтобы казалось, что она очень старая. И сейчас самый ключевой момент, который был вообще, мы используем эту деталь на Баджире. Вот так вот он у меня освободился. Эти золотые кандалы почти никак не держатся. Они держатся только на двух деталях. Если мы начнем сзади крутить, то тогда они откроют. То есть, по сути дела, эта палка толкает их, и они просто-напросто отваливаются, да? Очень легкий механизм, и я даже удивлен, как леговцы смогли сделать так легко, и вроде бы сразу же и так интересно. Смотрите, ребят, Тимка, еще раз, только медленно двигаясь, смотрите, сначала. О, оба сразу отвалились. Тоже прикольно. Этот храм имеет разные модули. Модуль вот этот, и сам Баджире, у него есть целая поставка. Так что, у Баджиры есть домик, у Кальмара есть домик, и лаборатория. Еще будет башня. Снаружи лаборатория выглядит вот так вот. Какие-то золотые штуки, ракушки, крыша такая же, как и в храме почти что. Но внутри, вы сразу понимаете, то, что две склянки и какая-то большая колба, это не лаборатория. Большой графин из два стакана. И все. Это лаборатория. Ну да. Наверное, это не совсем лаборатория. Ну, я не понял, что с твоей. Ну, сам по себе домик выглядит прикольно, симпатично, да? Как-то вот умеет леговцы из ничего сделать красиво, да? Да, согласен? Буквально пара металей, и вот такой вот элегантный, эффектный получился домик. В девятом последнем пакете строилась башня. Это дозорная башня и орудие. Копьемет какое-то. Тает копьев и одновременно шутер, да? Чуть выше есть такие вот загигулины. Они сделаны очень красивые. Это уникальное такое решение. Такой элемент был использован и в самом храме, и здесь я вижу, он использован. И это очень впечатляюще, очень оригинально, да, Тимох? Да. А если подкрыть крышку, то там будет много контрабандистов. Тут есть две шпаги и два мушкета. То есть, видимо, какие-нибудь пираты это выронили, и теперь принц Кальмар хранит это в своем тайнике. Тайный склад, оружие вот в этой башенке. Да. Внизу видно трезубец, который стоит на камне. И если повернуть, то мы увидим вот такую вот тюремную камеру. Рядом с ней два фонаря. Да, в такой жуткой атмосфере действительно никому не понравится сидеть. Если мы эту дверь откроем, то там будет такая вот темная-темная комната. Но если вас схватили, то не отчаивайтесь. Вы можете сделать так. Дверь просто улетит. Пока до свидания дверь. С помощью вот такого рычага она выталкивается вперед. И можно убегать. Круто. Здорово. Сверху я вижу стрела для шутера. Везде символ Кальмара. Его штандарты, его флаги. Вот они такие красивые. Ну, в общем, все почти что такое же, как в башне. Только боевое. Наконец-то он собран. Это один из самых больших наборов, второй по величине, в этой серии пятнадцатого сезона. Поделись с ребятами впечатлениями, сынок. Ну, он красивый. И здесь очень хорошего джира. Также много хороших и достойных фигурок. Он выглядит вот этим вот, в своем золотом цвете. Очень красиво. Это достаточно большой набор. Реально, посмотрите, в нем столько построек. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Семь построек, да, Тимоха? Семь построек. Еще субмарина, да? Ну, очень хороший набор. Всем советую. Особенно из-за двух вот этих вот амулетов. И много всяких тайных ходов, взрывов, спасений. А на Ваджиру посмотри. Мне кажется, Ваджира вообще главный герой этого сезона. Если бы не Ваджира, то кто бы тогда крушил-то все. Нельзя гасить, если не он. Действительно страшный монстр. В наборе два, два амулета, да? То есть два талисмана, по сути дела, этого сезона. Круто, то есть собрать такие амулеты. Ну и, конечно, удивила Тимку вот такая раковина. Вроде ничего сложного нет. Обыкновенная раковина. Дело-то житейское, что... Зато очень красиво и есть такая вот ракушка. Она просто бомба, бомба. Настоящая бомба. Сделана уникально и красиво. Хорошо, что много построек. И тут вот можно что-нибудь перестроить. Вот так вот как-то поменять местами. Или добавить, может быть, собрать что-нибудь свое, да, Тимок? Посмотрите, он реально занимает половину стола точно, да, Тимок? Ну, где-то да. Ну, мне понравился принц Бентамар. Да, он просто уникальный. Не знаю, он входит еще в какой-то другой набор, кроме этого? Нет, он уникальный здесь. Кальмарский и Энерджиния тоже очень хорошие фигуры. Кальмар тоже. Если вы покупаете набор, вы получаете этого... Главного злодея. Главного злодея в дополнение. И два марайских стражника, ну, тоже вам не помешает. А еще Кай. А еще Кай со своей, ну... Мини-субмариной. Что тоже, на самом деле, неплохо, да, Вить? Да. Как ты его рекомендуешь? Ну, наверное, да, рекомендую, потому что набор большой, интересный, много построек, много фигурок. Сейчас он стоит порядка 6700 рублей, да, где-то? То есть подешевел, да, получается, немножко, да? Да, но все равно набор хороший. Несмотря на цену, несмотря на что-нибудь, все равно круто. На этом я с вами прощаюсь, всем пока. Спасибо, Тимок. Давай, до новых встреч. Пока. Этот набор вышел 1 июня 2021 года. Это была летняя волна Лего, а сейчас сентябрь, и вот спустя всего каких-то 3 месяца мы делаем по нему обзор. Продолжение следует.